Всем привет! Сегодня в разборе у нас на замене задней крышки стекла камеры корпуса и дисплея практически всего телефона, кроме материнской платы. А у нас еще отпечаток другого цвета. И отпечаток, скорее всего, тоже. Вот, Redmi Note 7. Приступим к разбору. Вот такие нам инструменты понадобятся. Лопатка, пинцет, крестовая отвертка, медиатор, металлическая, подложка от защитного стекла и изопропиловый спирт. Приступим к разбору. Можем сразу извлечь 7 луток. Извлекли. Брали в сторонку. Перегреваем заднюю часть, хорошо, и засовываем сюда медиатор. Аккуратненько прорезаем его вдоль крышки. Весь клей. И вот таким вот образом проходим по всему контуру. Есть. Это мы сделали. Аккуратненько. Поднимаем крышечку. И убираем ее куда-нибудь так, чтобы нам видно, что телефон скрывался, пломбы сорваны все. Поэтому... Ну, в нем не первое. Не знаю, честно сказать, живой он или нет. Вроде на заряд реагирует. Что-то, что-то там показывает. Какое-то Айзон, но непонятно. То есть взял у человека, она выкупала. Ну, вроде как, интересный. Но есть вопросы. Поэтому, если сейчас все хорошо, после того, когда я дисплей подкину, проверю все. Если всем все в порядке, то буду восстанавливать. Если нет, то, может быть, даже не выпущу это видео. Просто будет видео по разбору этого аппарата. Покручиваем все болты. Нижние платы. Верхние, вернее, не платы, а защиты шлейфов и нижних, и нижней платки. Менялся дисплей. Видно, да? То, что у него пломба какая-то стоит. На оригиналах, на заводских, я имею в виду, пломб нет. Так, выкручиваем. И в стороночку. Поддеваем все наши защитки. Убираем в сторонку. Что у нас с этой, где она у нас держится. Здесь у нас, видимо, наш болт еще какой-то. Зачистить клей нужно чуть-чуть. Чтобы проверить. Вроде нет, просто клей. Вот так поддеваем ее. Убираем в сторонку. Отсоединяем аккумулятор. Отсоединяем шлейф дисплея. И отсоединяем. В основном, хоть нет, в основном, можно не пробовать. Так. Вот таким вот образом поддеваем нужную плату. Не дает нам вытащить клей ее. Нормально. Здесь она прям герметиком залита. Вот так. Убираем ее в слой. И в принципе все. Можете выклеивать дисплей. Ой, забыл за крышечку. Елки-полки. Крышка, так как она нам не понадобится. Вот так вот. Убираем отпечаток, нажав на нее с внешней стороны. Проверяем, на чем она у нас тут держится. Аккуратно его тоже поддеваем. Немножко спит-то подольем. И прорежем оставшийся клей. Либо можете прогреть на сепараторе. Либо феном для волос. Все, ее играем в сторону. Готово. Верхнюю часть защиты. Она у нас... Давайте вот тут попробуем поддеть. Очень-очень плохо-плохо. Вот так она выходит. Камеру немножко поднимаем. Ничего страшного в этом нет. Поэтому вот так излетаем ключи-то. Отсоединяем шлейф отпечатка. Играем в сторону, пока не понадобится. Сейчас проверим новый дисплей. И после этого будем приступать, скорее всего, к извлечению аккумулятора. Материнской платы, нижней платы. В общем, сейчас посмотрим, живой аппарат или нет. Ну, к сожалению, не получается у нас это сделать, так как кнопка вырвана. И нужно зажимать контакты. В общем, так будет немного геморройно. Поэтому извлекаем все. Сразу не получилось так, как я хотел. Хотел протестить его, посмотреть вообще, что с ним происходит. Но на зарядку реагирует. Признак жизни подает. Поэтому все шансы того... Вот здесь у него что-то... А, ну вот шлейф поврежден еще, видите? Надрез такой. Вот. Все шансы на то, что этот аппарат живой. Поэтому продолжаем к разбору. Приступаем к разбору. Мы продолжаем. Продолжаем видеосъемку с разбором. Аккуратненько. Так, здесь нужно посмотреть. У нас нигде ничего не держит. Потому что бывает такое то, что... Давайте так аккуратненько убираем заглушечку. Заглушечку убрали. Что у нас с нижней платы? Какое оно состояние? Нужно нам что-то сюда. Шлейфик отсоединяем. Убираем в сторону. Поделью немного изопропила. Таким образом. Много не заливайте. Вот здесь у вас микрофон. Войдете микрофон, у вас мембрана залипнет. Будете восстанавливать микрофон. Поэтому аккуратненько. Здесь тоже аккуратненько. Немного клея. Изика мы его размягчили. Сейчас плата поддалась очень хорошо. Коксиальный кабель тоже замурован. Мы склеим здесь. В прошлом сервисе. Где мы не жалели. И заливали. Все что видно. Аккумулятор. Аккумулятор. Берем хлястики. Вот эти вот двухстороннего скотча. И нехитрым образом. Берем пинцет. И эти хлястики пытаемся накрутить. Как на айфоне. Вот таким образом на пинцет. Потихоньку, потихоньку, потихонечку. Вытягиваем. Она еще тянется, тянется. Оп. Есть. Один готов. Берем второй. Поддеваем ногтем. И аккуратненько опять наматываем. У нас двухсторонний скотч. Есть. Так. Аккумулятор у нас сейчас очень легко вытаскивается. Так что он стабилизируется очень плохо. Обмено нормально. Так. Аккумулятор извлекли. Приступаем к материнской плате. Смотрим самое. Такое удобное место. Куда можно подлезть с лопаточкой. И смотрим нет ли у нас никаких болтов. Которые будут фиксировать. Дополнительно, в общем, удержать. В рамке телефона. Такого вроде нет ничего. Камера у нас где фиксируется, наверное, с той стороны. Не видно. Так, ладно, давайте попробуем. Даже не знаю, откуда начать. Давай вот с этой стороны. Нет. Никто. Возьмем едят. Едят будет потоньше, чем лопатка. И аккуратненько вот так вот и поднимаем лопатку. Легко вышло. Вот так это наше чудо выглядит. Убираем это чудо в сторону. Смотрите, подготовил вот такую вот рамышку красивую. Для нее, правда, синего цвета. Не знаю, посмотрим. Может быть, не буду пока устанавливать. Нужно будет просто проверить работоспособность материнскую. Если все ок, то посмотрю, может на складе будет красная такая в цвет. Если нет, то будем что-нибудь думать. Будем делать из красного синего. Такой тоже симпатичный довольно-таки телефон. Так, устанавливаем все у нас в свои места. Как это должно быть. Вот так. Нижний давайте зафиксируем. Голтик. Так, а у нас где? Катеринская, наверное, вот эта. Есть. Кидаем аккумулятор. Наверное, дисплей сразу. Дисплей вот такой будем копию ставить. Дисплей вдеваем вот сюда, в рамочку. Таким вот образом. И устанавливаем его. Садится пушка. Следующий аккумулятор ставим. Кидаем на шлейф дисплея. Кидаем наш основной шлейф. Нужно будет его тоже тестить, потому что может придется поменять. Потому что он рванный немного. Подсоединяем акклиматор, подсоединяем шлейф. И делаем первый запуск нашего устройства. Есть. Давайте сейчас протестирую и приступлю к дальнейшей серке. Так, в общем, оказался я вот идея с синей рамкой. Сегодня купил новую. Красную. Вот так она у нас выглядит. Уже дисплей проверил. На нем все окей. Остаточные элементы сейчас поснимаем и переставим в нашу новую рамку. Она достаточно качественная. Мне понравилась. То есть я потратил пару деньков. Вчера делал запись и сегодня. Два дня у меня ушло на это дело. Значит, это у нас что? И как это достать? Это у нас динамичек. Берем и аккуратненько его переставляем. Есть. Так, следующее у нас что идет? Это у нас резинка для датчика. Вот так это у нас выглядит. Тоже переставляем ее вот сюда. Вот таким вот образом не хочет она залазить никак. Что-то идет не так. Не до конца может. Буду положить полосы отсюда, да? Так, немного отвлекся. Значит, берем... Никак она не становится на место. Что-то мешает. Вот что-то упирается. Либо вот сюда. В разъем. Погнал немного. Да. Сейчас попробую первую вот эту сторону засунуть. Потом эту... Нет, вообще вываливается. Так, давайте сейчас я сделаю и продолжу. Так, в общем, установил. Пришлось здесь немножко отверстия побольше сделать. и вставить его туда. Смотрите, в рамке была новая сеточка вот такая. Можете снять отсюда старую. Но я этого делать не буду. Так как она мне не нужна. Немножко дисплей приподнимаем и видим. У нас на одной... По дисплею на одной... На одном из отверстий там стоял вот такой вот белый. Это элементик. Я не знаю, как он точно называется. Который отвечает за свет. Светопропускаемость. Вот так это будет у нас. Сейчас сразу. нанесу. Это у нас ешка, по-моему, прозрачно. Сейчас пару капелек наклеим. Вот угла. У нас он был на вот этом отверстии. Вот здесь. То есть одно у нас остается незаклеимое. Второе мы заклеили. После этого нужно будет еще раз проверить дисплей и посмотреть, все ок или нет. Или нужно что-то все-таки еще доделать, либо подделать. Так, смотрите, у нас что идет? Сейчас я пинцей помощнее возьму. Это у нас микрофончик наш. Подача звука. Вот так. Вытаскиваем ее, выколупываем. Там сами можете сформулировать. Извлекаем какое-то слово. Так, вот эту вот сеточку микрофона немножко сейчас почистим. Она слегка засорилась. Вот. И за пропиловым спиртом. И устанавливаем его в обратную. А, да не надо. Здесь у нас на сетке она есть. Вообще великолепная. Нам меньше мороки. Значит, берем этот передатчик. И устанавливаем его аккуратненько. Есть. Поставили. Что у нас здесь еще может быть? Берем, значит, рамку. И визуально все сравниваем. Где у нас могут быть какие-то моменты. Вот, смотрите, нашел еще один резиночка-заглушка. Это у нас сим-латок. Отверстие, когда вставлять, видимо, пыль-влагозащита. Можно ее отсоединить. Когда скрепку ты вставляешь... Ой. Вот я молодец. Вот она. Скрепку, когда ты вставляешь, вот эта вот штука, она ограждает попадание пыли. Так, следующее что-то у нас еще. Еш-шо. У нас здесь снизу все окей. Ничего переносить не нужно. Да. По бокам у нас тоже вроде все ок. Все, рамка наша готова. Вы можете заморочиться, конечно, вот эти вот такие повыдирать. Но я думаю, это будет бессмысленно. Так. Еще раз берем наш динамик. Устанавливаем его обратно. Таким вот образом. Что еще на камеру? Ставим резиночку. Вот так она, по-моему, была. Да. Вроде бы все поставили. Давайте сейчас нанесем ее еще. Вот у нас паста для теплоотвода. Сюда немного. И сюда термопасточка. Капнули. И устанавливаем нашу мод плату на штатное место. Вот таким вот образом. Так. Все ок. Стало все чечетко. Да. Что такое? Динамик вываливается. Так. Сейчас смотрите, ребята. Остановлю видео. Опять проверю дисплей. Проверю датчики. Динамики еще раз. Если все ок, будем приступать к вклейке дисплея. Здесь все обязательно обезжириваем. Готавливаем поверхность. Так, ребята. Много времени больше заняло, чем я планировал. Но ничего. В общем, смотрите. С дисплеем все ок. Мы поменяли шлейф. Шлейф у нас был вот здесь надорван. Пришлось его заменить. То есть поменяли основной шлейфик. Аккумулятор еще не проклеивали. Он у нас с ходуном ходит. Можем проклеить, в принципе. А, так. Значит. Извлекаем аккумулятор. Извлекаем наш дисплей. С дисплеем все ок. Заглушку резиновую поставили на камеру. Когда устанавливали плату. Но плату, скорее всего, я буду еще поднимать. Потому что не нравится мне стекло камеры. Такое оно. Замыленное все. Вот. Поэтому, скорее всего, буду убирать это стеклышко. Чтобы оно было такое красивое, если оно будет в наличии. Смотрите. Здесь еще раз обезжириваем поверхность перед установкой. Дисплей подкинули. Проверили. Все ок. Значит, все ок. Рамку. Говорил уже, взял красную. Вот старый наш дисплей. Рамка и... Дисплей, рамка. И что нам еще? Да и все, в принципе. Задняя крышка. Убираем в сторону. Вот такая крышечка будет. Красивая. Вот у нас оригинал. Вот так это выглядит. Симпатичный довольно-таки. Единственное, вы видите, отличие у нас идет. Здесь написано. Вот так. Здесь у нас идет просто вот так. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Здесь крышка сзади ничего снимать не нужно. Но это будем делать тогда, когда будем проклеивать ее. Берем Т-шку. Т-7000. Вот здесь, смотрите. Рамка вроде новая, но вот такие вот зазоры бывают на них. То есть я стараюсь аккуратненько подрезать это все, подкорректировать, чтобы это все не так было стремно, когда будешь устанавливать дисплей. Вроде все ок. Еще раз проходим. Обезжириваем все. Камеру можно сейчас протереть, можно попозже, в принципе, без разницы. Все ок. Наносим вот сюда капельку клея. Наносим вот сюда капельку клея. В принципе, думаю, этого достаточно будет. Берем нашу сеточку, предварительно ее чистим и устанавливаем. После установки берем вот таким вот образом и проходим клеем по контуру. Вот так. Здесь рамочка достаточно толстая. А вот здесь по бокам уже она идет потоньше. Здесь аккуратненько ее проливаем, проливаем, проливаем. Вот таким вот образом это все делаем. Вот здесь чуть-чуть. Вижу какая-то песчинка сыренькая. Есть. Еще раз. Низ тоже рамка толще идет. И проходим в другой контур. Вот таким вот образом. Здесь будут стыки на рамке, ничего страшного. Но старайтесь проливать все это одним слоем, чтобы у вас не было воздушных просветов. Хотя, с другой стороны, когда будете устанавливать дисплей в рамку, он под тяжестью дисплея прижмет клей и прольет его. Прольет по площади, на которой не хватает клея. Берем дисплей наш и устанавливаем. Засовываем сюда шлейфик. Вот таким вот образом. И ставим его в рамочку. Сначала я вниз устанавливаю, поп-код дисплея, а потом вверх. Все сделали. Вот так укладываем его. Берем двухсторонний скотчик, так как мы снимали с аккумулятора. Наши проклеечки двух полос. Этого будет достаточно. Более чем для склейки аккумулятора. Вот так. После чего берем наш пинцетик, аккуратненько извлекаем пленочку. Извлекаем пленочку, устанавливаем аккумулятор. Подсоединяем верхний шлейф основной. Подсоединяем шлейф дисплея. Я думаю, мы можем уже вкрутить болты на нижний. Здесь у нас все прокручено. Болтик последний зафиксировали, который там зеленого цвета был. Теперь вкручиваем вот эти болтики. Тем самым фиксируя нижнюю часть. Защиту нижнего шлейфа, либо нижней платы. Здесь у меня некоторые болты идут с остатками герметика. Их нужно было зачищать. Чтобы они в свои посадочные места сели. Без проблем. И чтобы не было никаких прокрутов-перекрутов. Их в сторону уберу. Сюда пока. Это есть. И еще парочка. И вот сюда. Все окей. Дело за малым. Сегодня уже не будем заниматься. Сейчас запущу просто для проверки дисплея. Запустим. Пацана, аккумулятор там не подключили, чтобы его запустить. И после этого продолжим дальше. Будем менять стекло камеры. Материнку вытащим. Вытащим камеры с ними на стекло. Стекло установим. Если вам не нужно этого делать, кидаем защиту. Прикручиваем все. Перед тем, как кидать защитку, устанавливаете шлейфик. Обратно на штатное место и закручиваете защитку. После этого наносите герметик и проклеиваем. Но это все. Сейчас будет все дальше. Пока. Пока наши действия. Берем. Таким вот образом. Сейчас проверим. Какой долгий парень. Уберем. Еще раз опускаем. Долго-долго-долго. Очень долго думает. Еще раз. Вот. Наконец-то. Все окей. Устанавливали дисплей. Копию. Так. Устанавливаем жгуты. Устанавливаем жгуты. Таким вот образом. Кинем его на зарядочку. Чтобы он, пока у нас проклеивается, немного подгрядился. Так. И так. Нам этого будет более чем достаточно. И убираем. Часа на 3 на 4. Посохнет. Так.